всем привет с вами как всегда анатолий и вы на канале тестоун сегодня я хочу вам рассказать про такой драгоценный камень как янтарь как он образуется где он добывается чем он известен и что это такое вообще уверен будет интересно и познавательно и не забудьте подписаться поставить лайк и поделиться роликом с друзьями это поможет развитию канала приятного просмотра а начать думаю стоит с этимологии янтарь бурштин амбр термин изначально происходит от арабского слова анбар которая сначала использовалась для обозначения амбры воскового вещества выделяемого кашалотами используемого в парфюмерии в качестве фиксатора а затем и к ископаемой смоле оба натуральных продукта имеет общую особенность обычно их выносит на берег морскими волнами этимологическое происхождение слова бурштин он же янтарь от немецкого слова обозначающий горящий камень а слова янтарь по одной из версий было позаимствовано из литовского языка джентерос и значило защищать защитный камень янтарь это затвердевшая смола полученная в доисторические времена из хвойных деревьев в основном семейство сосновых со временем выделяемая ими смола застывала и подвергалась процессу окаменения превращаясь в янтарь в состав янтаря входят в основном углерод водород и кислород со следами серы янтарь относительно легкий и может варьироваться по цвету от бледно-желтого и оранжевого до темно-красного и коричневого на окраску влияют такие факторы как тип дерева из которого он произошел наличие примесей и продолжительность времени в течение которого смола подвергалась окаменению процесс превращения древесной смолы в янтарь сложен и включает несколько стадий на протяжении миллионов лет за это время смола претерпевает химические изменения которые способствуют ее уникальным свойствам включая особую прозрачность и способность удерживать сохранившиеся организмы когда некоторые виды деревьев особенно хвойной породы семейства сосновых получает травму или стресс они выделяют смолу в качестве защитного механизма смола может стекать по коре дерева и собираться на земле или других поверхностях со временем различные материалы такие как насекомые растительные остатки и пузырьки воздуха могут попасть в липкую смолу и если смолу не потревожить она может оказаться погребенной в отложениях земли или оказаться в воде а это в свою очередь предотвращает воздействие воздуха на смолу что помогает сохранить ее органические компоненты под давлением и теплом геологических процессов смола подвергается диагенезу серии химических изменений происходит полимеризация при которой летучий компонент смолы испаряются оставшиеся сложные органические соединения связываются между собой образует твердое вещество со временем полимеризованная смола еще больше затвердевает ее структура становится более кристаллической процесс окаменения включает проникновение минералов из окружающих отложений что может способствовать окончательному цвету и внешнему виду янтаря различные включения сохранившихся останков в сочетании с теплотой янтаря обычно он теплый и может быстро нагреваться возможно стимулировали зарождение символики камня в культурах всего мира янтарь ассоциировался с духами природы и солнца яркие солнечные цвета янтаря усилили эту связь древнегреческий историк никий считал что янтарь это застывшие капли пота образовавшиеся на земле когда солнце садилось за морской гладью другие древние писатели изображали эти капельки окаменевшего сока как слезы богов или героев в различных походах символизм янтаря охватывает и животный мир викинги вырезали из кусочков янтаря фигуры животных которые как считалось содержали в себе силу этих животных во времена древней греции рима женщины носили янтарные фигурки рыб лягушек и кроликов чтобы обеспечить плодовитость а древние китайцы верили что души тигров становятся янтарными после их освобождение из этого мира поскольку в янтаре часто содержатся остатки когда-то живых существ классические поклонники богини-матери считали что янтарь обладает сущностью самой жизни поэтому неудивительно что маги часто носили янтарные ожерелья которые как считалось были заряжены мощной жизненной энергией обладание элидар такого ожерелья свидетельствовало о большой власти и уважении кстати при трении янтаря может вырабатываться статическое электричество явление известно как электростатический заряд это свойство было известно древним грекам которые называли его электроном что в конечном итоге привело к появлению термина электричество и скорее всего именно это свойство усилила связь между магией и символизмом янтаря в древности этот драгоценный камень был одним из первых коммерческих продуктов и торговля им осуществлялась на протяжении веков подвески из янтаря были найдены еще в эпоху палеолита археологи обнаружили остатки мастерских ювелиров из янтаря относящихся к периоду неолита в то же время были обнаружены тайники с янтарем замурованные под фундаментами домов вероятно для того чтобы принести удачу жильцам янтарные артефакты разных периодов были найдены в гробницах микен в греции а также в вавилонии и египте гробницы тут анхамона и даже в брайтоне соединенном королевстве где в кургане была найдена особенно известная янтарная чаша из великой янтарной книги мы узнаем что во времена нейрона на балтийской побережье была отправлена экспедиция за янтарем он привез обратно такое количество что сцены боев гладиаторов были вырезаны исключительно на янтаре даже сеть которые удерживали диких животных и закрывали подиум имела в каждом узле кусочек янтаря янтарь имел культурное коммерческое значение для бесчисленных обществ на протяжении всей истории его очаровательный внешний вид часто напоминающий капли солнечного света заключенные в камни побудили многие цивилизации приписывать ему мистические защитные свойства янтарь часто использовался в ювелирных изделиях и амулетах как украшение и как символ статуса способность янтаря сохранять себе доисторические организмы одна из самых замечательных черт в янтаре были найдены прекрасно сохранившиеся насекомые растения и даже мелкие животные что дает ценную информацию о древних экосистемах и эволюции жизни на земле современная наука использовала окаменелые включения в янтаре для изучения биологии древних организмов и лучшего понимания прошлого земли споры о том может ли сохраниться днк внутри таких включений янтаря велись годами и ведутся до сих пор а 28 сентября двадцатого года была опубликована работа с описанием попытки излечь днк из застывшей смолы не напоминает знаменитый фильм результат такого эксперимента показал что днк все же можно извлечь и смолы хотя на это влияет очень много факторов старость и загрязненность образца а также как с образцом обращались до и во время исследования более детально ознакомиться со статьей вы можете по ссылке в описании как видите многие века люди не только боготворили янтарь приписывая ему мистические свойства но и продолжали изучать его природу и тайны со временем мы стали понимать то ли и но его свойства описали их и систематизировали и вот что мы знаем на сегодняшний день про янтарь его твердость от 2 до 3 по шкале твердости мооса что означает что он относительно мягок по сравнению с другими драгоценными камнями и его легко поцарапать более твердыми материалами янтарь относительно легкий его плотность варьируется от 1 до 1 1,2 грамм на сантиметр в кубе а это чуть плотнее воды а из-за наличия внутри пузырьков воздуха и органических структуру общая плотность камня может быть меньше чем у воды и поэтому он часто плавает на ее поверхности янтарь часто бывает прозрачным или полупрозрачным что позволяет свету проходить через него с разной степенью ясности а при полировке янтарь приобретает смолистый или стеклянный блеск янтарь относятся категории драгоценных камней известных как органические драгоценные камни органические драгоценные камни это те которые были сформированы не геологическими силами а силами живых организмов а из-за того что янтарь является органическим камнем он почти всегда флуоресцирует синим цветом под воздействием ультрафиолетом иногда для того чтобы янтарь стал синим достаточно яркого солнечного света с его ультрафиолетом именно такой камень чаще всего и называют голубым янтарем капал еще одно название которое вы можете увидеть или услышать в отношении янтаря. Копал это просто термин для обозначения молодого незрелого янтаря. Найти возрастную разделительную линию не так просто, разные источники определяют ее по-разному. Одни утверждают, что возраст янтаря составляет не менее 10 миллионов лет, а другие не менее миллиона. И любые смолы меньше этих возрастов считаются копалом. Можно выделить несколько крупных месторождений янтаря. Одно из самых известных в Балтийском регионе, где добывается коммерчески довольно ценный янтарь. Большая часть Балтийского янтаря датируется эпохой яоцена, которая длилась от 56 до 34 миллионов лет назад. Еще один вид – доминиканский янтарь. Возраст этого янтаря, найденного в Доминиканской республике и в соседних регионах, варьируется от миоцена до плестоцена. Мексиканский янтарь. Этот янтарь в основном относится к периоду середины миоцена, примерно 15-23 миллиона лет назад, и встречается в таких регионах, как Чиапас, на юго-востоке Мексики. Бурмит – родом из Мьянмы, Бирмы. Бурмит – это янтарь мелового периода, известный своими древними включениями. Он может иметь широкий спектр цветов и иногда бывает мутным из-за своего геологического возраста. Помимо перечисленных мест, янтарь встречается в других регионах мира в различных месторождениях, обладающих уникальными качествами и характеристиками. Вот некоторые из примечательных мест, где еще добывают янтарь. Канада, в провинции Альберте. Этот янтарь известен тем, что сохраняет множество доисторических насекомых и растений. Украина. Месторождения янтаря обнаружены в Риминский и Таволынских областях Украины. Украинский янтарь, как и Балтийский янтарь, восходит к эпохе яоцена и ценится за качество и сохранность включений. Италия. Сицилийский янтарь, найденный в Италии, восходит к эпохе миоценам и известен своим уникальным синим цветом из-за присутствия антрацена. Индонезия. Месторождения янтаря были обнаружены в Индонезии, включая Суматру и Борнео. Индонезийский янтарь, известный как янтарь Борнео, относительно менее изучен по сравнению с другими месторождениями. Новая Зеландия. В Новой Зеландии добывают редкий вид янтаря, известен как камедь каури. Камедь каури получают из смолы деревьев каури и ценят за ее использование в ювелирных и декоративных предметах. Это лишь несколько примеров географических мест, где встречается янтарь. Каждое месторождение имеет свою геологическую историю, уникальные характеристики и включения. А глобальное присутствие янтаря способствовало его богатому культурному, научному и коммерческому значению. Янтарь по-прежнему ценят не только за историческую значимость, но и за его эстетическую красоту. В настоящее время камень часто используется для изготовления различных ювелирных украшений – брошек, перстней, браслетов, ожерель. И так как янтарь бывает самых разных цветов, таких как красный, желтый, синий, черный, молочный, он идеально подойдет для создания огромного разнообразия украшений как для девушек, так и для мужчин. Про янтарь, конечно, можно еще много рассказывать, но я постарался кратко свести основную информацию в этом ролике. Если накидает немного лайков под этим видео, будет повод выпустить еще один ролик про этот камень, где разберем некоторые моменты более подробно. Вот такое путешествие получилось у нас с вами. Как видите, многовековая история происхождения, почитания, мистики и верований перетекли в факты, которые позволили нам понять, что такое янтарь. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписаться и поставить лайк под этим видео. Всем спасибо за просмотр. До встречи!